у меня тут технические наладки сейчас момент ага так вас даже видно прекрасно у нас все записывается выставляется интернет вы не против да конечно так так или у вас нет может быть и гнать тихонович или ну я включу микрофон свой так а если я я себе за или вы мне скиньте потом запись просто и все чтобы я у себя выложил на канале так можно да смотрите если вы если вы уже сейчас прям транслируете ли вы записи потом будет выкладывать нет вы прям не транслирует просто запись ключи вот она в уголке идет и все просто смотрите если вы скиньте запись то я звук выстрою мой звук будет чище я могу скинуть уже снова с выстроенным звуком с моим можете выкладывать свой как ну как как вам удобно просто просто я для себя монтирую я звук оставляю с петлички отдельно вставляю его ваша обычно в два раза увеличиваю чтобы почище то есть хотите я вам сегодня скинул уже вот такой обработанный аудио материал вот хорошо я хотел вас попросить вы сейчас побеседуйте с игнатем тихонович меня как бы не будет я отключусь а потом выделите хоть сколько-то времени у меня есть несколько вопросов конечно вообще легко легко так ну и я смотрите я могу сказать да что вы на канале по следам пеликана то есть как бы мы или не надо говорить или просто говорите можно да все добро так ну чем можно дата можно начинать игнати тихонович вы нас слышите я слышу и вижу все прекрасно здравствуйте да так ну тогда мы начинаем дорогие друзья вы на канале по следам пеликана и сегодня у нас в гостях игнатий тихонович лапкин здравствуйте надяй тихонный добрый день друзья я думаю что и гнатий тихонович не нуждается в представлении я просто прочитаю то о чем пишет википедия игнатий тихонович лапкин православный русский миссионер проповедник исповедник церковный писатель поэт мотивационный оратор и блогер советский диссидент все верно на этих верно но там дальше еще написано еще там сколько написано я старостно директор детского лагеря образовала 45 лет без помощи государства тысячи детей подняли но и другое там да игнатий тихонович но я слушаю у нас формат простой я вопрошаю вы отвечаете хорошо можно да конечно все спасибо друзья вчера я вообще если честно я приготовил здесь вот несколько книг по которым я хочу вас спросить но это чуть да это чуть позже а начать я хочу с фильма девяносто четвертого года который был снят про вас называется златоуст из потеряевки игнатий тихонович вы для наших зрителей скажите пожалуйста потеряевка это что за деревня такая это деревня наша деревня которая была как и все заброшены 20 лет был пустырь а уже в девяносто втором году мы получили статус и с нуля начали строиться кто думает строится ему нужно доказать пять параметров что он не лжет не пьет не курит не матерится не ворует ну и собрание решает его принять если он нарушает он заранее подписывает добровольно все продает и уезжает это 156 километров от барнаула по ветке барнул кулунда слушайте фильме вы говорили что но это был девяносто четвертый год что к вам обратилась 700 человек а приняли вы двух а почему так не соответствует потому что это было время такого разорения человек должен сам построиться сам ему никто строить и будет мы все с нуля начинаем построить дом построить хозяйственные постройки завести скотину птицу пчелы что тебе нравится больше это все должен знать и верующий у нас храм мы с нуля строим дороги сами восстанавливаем 5 прудов восстановили зарыбили а человек если ничего не знает один пишет у меня два высших образования но я ничего делать не умею ну и он приехал посидел маленькой ну и до свидания к вечеру домой секундочку а я понял я просто я просто вы будете говорить а я буду параллельно фиксировать некоторые тезисы ваши чтобы потом содержание выложить иногда иногда будут паузы но это будет редко игнать стихонович ну тогда я вас спрашиваю по фильму вы сказали о том что частная собственность установлена была богом и любое государство основывается на трех принципах вера бога семья и частная собственность а вот святитель иоанн златоуст пишет следующее так сейчас секунду так 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 вот следовательно для нас предназначено скорее общее чем отдельное владение вещами и она более согласована самой природой от чего никто не заводит никогда тяж ну и ну и так далее в общем и святитель ан златоуст и симеон новый богослов они выступают за общее имущество вот как вы выступать можно но когда до дела дошло ничего этого нет чтобы по потребности по возможности это все глупости у нас каждый сам себе берет определенное вот как староста приехал по пол гектара земли а в этом году у него уже было 1200 гектар 1200 гектар вон что у него пшеница ячмень горох гречка лен а у другого ничего нету как общее то вообще кончилось они думали так сидели дома а если бы они начали делать они бы отказались от этого надели чтоб частная собственность если этого нет у тебя нет побудительной причины на веру бога то так как пишут говорят всякое в мире есть говорит государство но без веры бога такого дикого народа не встречалось вот так и ответ мы на практике я не теоретик я практик спасибо вот тут не николай руку поднял николай вы что-то хотите да вы же богослов я так понял там нет я не заводит тяже написано значит речь да у то идет не о том что это не так а о том что не надо судиться кто тебя верхнюю одежду попросила дай ему нижнюю об этом то речь они о том что противоречие какой-то вы пор сами же прочитали а ну я вам сейчас прочитаю еще семейного богослова вот знаете игнатий тихонович он мне понравился его радикальность он сказал то что пишет златоуст не соответствует практике вот это я понимаю вот зачем искать там противоречие не противоречие не соответствует и все но я вам сейчас просто другую мысль разу вы разу вы спросили семейного богослов пишет существующие в мире деньги и имения является общими для всех как свет и этот воздух которыми мы дышим значит ну дальше он говорит там общем является там то 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 так сейчас ни в коем случае как я вот люди должны каяться до самой смерти в том что они столько времени имели деньги и лишали своих братьев пользоваться ими дьявол внушает нам сделать частной собственностью и привра и превратить в наше сбережение то что было предназначено для общего пользования ответа я это дело поясняю как он говорит так но мы видим пятая шестая глава деяния апостолов коммуна кончилась больше никогда не было что говорит поработать столько и поезд и конкретно определенно они ничего нигде не показали ни у того ни другого ничего не было мы начали с нуля и сразу это показалось дело один хотел бы но я согласен мне дом построить а я пока подожду а ждать не надо тебе земля выделена и начинаю работать друзья есть а вот деньги мешают а мне никогда деньги не мешали никогда я все время хочу быть богатым почему потому что я имею должность одна которую не все знают за особые заслуги перед церковью быть попечителем заботиться о нуждающихся о роженицах о студентах о переезжающих поэтому я везде стараюсь достать у меня ни копейки нету у меня вообще ничего нету вот сегодня нет есть я без обеда лягу спать я счастливый человек меня таким считает во всем интернете почему я делаю то что нравится представьте без помощи государства создать лагерь и тысячи детей поднять в христианском духе при советской власти один год против меня четыре уголовных дела воздвигли осень я все выиграл все рассчитались почему бог с нами поэтому деньги нужны нужны потому что много нуждающихся и поэтому меня друзей тысячи и врагов тысячи вот вот о чем я говорил алексей то есть смотрите ровно то что вы прочитали никакого отношения не имеет потому что и гнать тихонов делает и на практике и как он всем помогает в итоге то есть он не держится за свое за свою собственность а он это свое делает своими руками и другим раздает я про это и хотел сказать я это не вижу проблем в том что есть я добавлю к этому господь позволил мне издать 38 того в книг это стоит 750 евро библиотек денег нету бюджетники мы покупаем газель складываемся составляем команду из барнаула алтайский край едем до владивостока возвращаемся шенгенские визы открываем уходим до лиссабона скандинавия прибалтика север турция и 650 библиотек получают от нас подарок нам обошлось это 35 миллионов рублей а я теперь как пишет доктор богословия павел бочков тысячи людей пришли православия потому что на меня работает этот труд который раньше был сделан это за девять лет вышло столько у меня и это все делает господь благодать божия у меня нет образование не религиозного не гуманитарного спасибо так тогда следующий у меня к вам вопрос вот вы говорите о трех столпах на котором основывается государство вопрос такой не видите ли вы водораздела между царством божием и царство кесаря ведь христос сказал что царство моё не от мира сего вот царство божие царство кесаря противоречит друг другу или соотносится друг с другом или это вообще разно вот как вы сказка что вы скажете потому что царство божие которое будет а сегодня только в духовном плане а чтобы этого добиться я должен себя сразу определить как отняли частную собственно советский сайт что лопнуло ничего нету никогда без частной собственности не было иначе зачем я буду как трудиться но отсюда ясно это что вера в бога молитва для меня самое высшее что было это 27 сентября 62 году когда в руки дали мне библию но обычно как говорят ну какая-то беда была какая беда у меня стопроцентное здоровье и в армии я нахожусь морфлоте в ракетных войсках возвращаясь работой на балтике поступая высшее мореходное училище 14 человек конкурс я его прошел как будто его не было сразу добиваясь разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков а в душе пустота я понимаю я умру я буду в аду меня никто не мог обмануть пока в руки не дали мне библию и через полчаса моя жизнь полностью изменилась и весь караван корабля и узнали лапкин сошел с ума и знать стихнович а вот когда я хотел спросить а как как так вот вдали в руки библию знакомый дал или вы спросили вот как это я родился в старообрядческой семье без поповцы мама сказала вот то то нельзя делать пионеры нельзя пресать нельзя женщинами дело иметь меня бог от этого сохранил чистоте и не делая что другие делают я ни одного мата за 83 года не сказал об душе все время было ощущение я умру я буду в аду меня никто не мог обмануть что-то я буду делать я хожу в церковь свечки ставлю это мне ничего не поможет мне бог это открыл и поэтому где я встречал немного небольшие ссылки из библии я не знал что означает цифры глава стих а потом когда я сошел сбери на берег корабль на ради стоял наш в кино сходить и меня бог поймал на то что я любил я любил бабушек они такие забитые где я гляжу она сумки несет я подскочил ну 23 года у меня сила брыжет я спортсмен я с детских лет хотел быть террористом отменить отомстить коммунистам за то что они сделали и несу сумки и говорю у вас где-то собирается молиться она показала ну и дальше уже началось и меня пригласил один из верующих ереме михаил александрович и там дали мне библии пока они обедали и когда зашли я только одну давайте помолимся я нашел то что искал вот вы запишите еще скажу запишите 52 года в пути запишите название ролика 52 года в пути игнати лапкин венспилс латвия куда я приехал там я обратился вы со мной плакать будете вместе спасибо спасибо прекрасный ответ спасибо даже мусульмане плащут даже мусульмане плащут даже мусульмане плащут это ролик такой я стою там я не могу сказать я приехала там никого нету я привез подарки там тем людям-то и полиция рядом и полицию наградил у меня все необыкновенное классно игнатий тихонович ну следующий тогда вопрос вы говорите фильме все пока по фильму спрашивают христос дал нам заповедь трудиться и фильме вы ну вообще фильм показано то что как вы трудитесь я тебя делал косоворотку тоже как бы в знак вы там в картузе в косоворотке я подумал что но я так так уже оденусь вопрос такой но ведь сам иисус жил на пожертвование не трудился если бог дал руки ты должен трудиться апостол капает блажение давать нежели брать и поэтому меня свои правила вот я когда проповедую на площади где-то там храмах и кто-то в карман мне деньги сует если я вернулся ну когда уже домой где-то и 200 рублей то у меня правило в этот же день 205 или 210 отдать чем больше мне дают тем беднее я делаюсь и так я прожил жизнь я в первый раз услышал тогда что надо платить десятину ну ты еще заработал надо 100 отдать а у меня ревность такая я сразу решил я буду платить 9 десятин ты еще заработал 900 сразу отдаю на нужды и так прожил всю жизнь 60 лет поэтому всегда две-три работы работаю плотник печник и печи клал по стране 40 лет поэтому у меня ничего нету и то же время вот однажды я зашел попутно сказать там небольшой такой сабантующих пять человек ниже генерала никого нету прокурор края там генерал-лейтенант ух кто пришел а мы только про вас разговаривали на тихность я говорю а как более счастливого человека мы не знаем я про какие параметры вы делаете то что вам нравится вот с детьми вас не могут лагерь закрыть сколько уже процессов было за меня к правовой судья дальше мэр города губернатор всех и недавно один в интернете тут скачку сучков александр шалаховед и говорит знаете я встретил человека более счастливого не встречал те же самые слова а мне интересно почему один фильм там три фильма про нас снятые один предчувствие он первое место взял на международном киноконкурсе и второе златоус из потеряевки второе крещение руси это вот не этот наверное фильм там златоусы со второй строительной вот как златоус из потеряевки я я его изменил четвертый год да 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 там три фильма три а там три я понял но я наверно не знаю какой начался ну вот я говорю вам если будет потом посмотрите хорошо дальше вопрос такой значит вы говорите что были в америке и в америке никакой духовности вы не увидели это общество сытости и довольства у меня в связи с этим вопрос то есть получается что христианство по-вашему возможно только но в стесненных обстоятельствах а как же апостол павел пишет что умею жить и в сытости и не и в изобилии и в недостатке он говорит он говорит об изобилии которым не пользуется тут не надо никак переигрывать да такое есть так я против не хочу быть богатым чтобы раздать нуждающимся вот вот тут статья вы увидите большая статья там сейф приделали я на него облокотился победитель получает все но потом я вам покажу как о том что я говорил коммунистам и что я согласен снять требования когда я был реабилитирован поэтому надо вернуть что вернуть надо а до должны были они мне по тем деньгам 11 миллиардов я сам составлял композиции как к фильмам и прочее и 11 лет шел суд и я его выиграл а рассчитываться нещим государства кгб в стороне а виновата городская администрация меня по станции мгб арестовали все время станции московской кгб и господь сделал так что выиграл и теперь что вот 13 соток и два здания которыми я можно сказать только как числюсь и тут же церковь сделали сразу люди заезжают гостиницы моего ничего нигде нету и поэтому что они говорят не опровергаю но я говорю что они говорят умею жить в изобилии то есть у меня много а мне оно не нужно я в изобилии умею жить а в бедности это я так родился отец без руки с фронта в семье 10 ребятишек 10 и поэтому мы были бедно бедно жили но всегда веселье было радость трезвость служение богу игнать стихнович а ваше детство вы вообще выросли в религиозной семье или да 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 старообрядцы беспоповцы кержаки называются священства там не было и и поэтому у меня по природе старики с одной стороны имеющие белокринецкую иерархию это корнилий там это старообрядческая какая-то у них в москве есть вот загрогорское кладбище называют а второе это беспоповцы это уже по материной или по бабушкиной линии то я знал что бог есть меня бог хранил от того что другие делают меня ловить было не надо нигде если бы брат мой я его как сильно люблю а он курил мать спросят он курил я сказать не могу обманывают а он говорит не курил она меня мать смотрится слезы текут я его люблю и сказать не могу она уже знала курил значит и знаете тихнович а расскажите какие были на духовной практике в семье то есть вы собирались за столом молились читали библию или там ходили в церковь вот как это было никак церкви у нас не было беспоповцы это в церковь я уже после где-то перед армией перед самой или после армии даже только и всего церковь была которая заходишь а там торговля все мне это противно было я больше туда не пошел ни разу я искал разные брошюры атеистические два экземпляра потому что с одной стороны написано и с другой я вырезал склеивал и считал я не знал что означает цифры какие-то цифры душа моя говорил это то самое и когда дали мне в руки евангелие люди которые к ним зашел меня пригласили они пятидесятники из баптистов соединенно тогда были вместе а я уже готов был только помолиться поэтому меня стремление всегда было тайно где-то уйти помолиться это где-то я лет пять себя пять лет мне было я уже помнил и поэтому я определяю призвание избрание божие это тайная молитва так а как вот как мне это записать то есть признаки призвание божьего этот это имение тайной молитвы можно так сказать признак призвание божий можно сказать но тут не только это вот я любил а тебе говорю бабушек а чего ради то они обижены а я студент отец дал мне три рубля два тридцать это доехать до барнаула 70 копеек осталось я должен поступить снять квартиру поступить сдать в институт жить и на 70 копеек вот и все я сразу на вокзал пошел где подработать что нас закалило это я нигде не был лишним скажите все таки вот мне просто интересно в семье как сказать вот выговорил в семье говорили о боге или учили вас молитвы или восстановились молились там вместе вот как мать 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 молитвы знали молитвы три не больше мы этого не знали книга была одна лежала называлась златоус а там это не панта василий великого где-то это так ничего можно сказать оттуда мы не поняли но что молитвы есть на славянском языке я их заучивал и понимал что как они меня поддерживают а брат он не нуждался этом и этим и вот таком состоянии я и попал в армию а уже в армии это там уже меня не надо было что-то делать отец рассказывал как раскулачивали а я сижу сзади и плачу я вырасту я им отомщу коммунистам поэтому секции стрельбы бокса этот ну не было других это я готовился стать террористом а господь как павлу показал тебя будут убивать тебя будут гнать я благодарен богу что вот это первоначальная страх божий мать вложила это сохранила меня от страшных грехов меня спрашивают а вы про женщин писали стихи как пушкин то плачешь оборщит я писал а как вот я скажу первое ползлости что у меня все стихотворение девять куплетов я женщинам всем благодарен и в досталь которые мимо меня не заметив прошли взвинули лишь коса змеи струили щекосы занозой в них не вошел и нечего то ворошить и самый последний куплет я обстиран вокруг счастливые сестры на шатком своем кабутабурете как в кресле и ум мой блудом не источен по-прежнему острый слушайте про женщин у меня к вам отдельной серии вопрос я это чуть позже если да если можно это очень интересная тема а и на тихонович вот смотрите вы пошли за своим призванием брат вы говорите к вере как-то осталось равнодушен вот как вы объясните то что в одной семье растут много детей и кто-то идет по духовном пути а кто-то не идет вот это зависит вот с одной стороны в евангелии это анна христос говорит что никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец получается кого-то отец привлекает а кого-то не привлекает вот это объяснить не объяснять не надо потому что якобы говорит и сап еще не родились и якобы возлюбила и сапа возненавидел когда оба были в утробе это бог делает он горшечник а мы посуда и поэтому тут рассуждать не надо я услышал это и все это божье дело он сделал это из избрания эту метку я ценю более всего это бог делает так тут никак нельзя объяснить одно и то же брат второй зад меня услышал евангелие я получил там такие навигационные дни поэтому отпуск два месяца я приехал и стал говорить брат обратился он на 5 лет моложе сейчас протеерей священник вот сестры обратились 5 сестер кто как там уверовали что можно было сказать поэтому тут вопросы даже не ставится бог так сделал у меня это с детства было призвание и поэтому зачем бы я такие тяготы терпел проехали буквально по всему миру меня там в америку пригласили выступал по голосу америке и проще почему людям сделать доступным слово божие для меня библия абсолютный авторитет я пользуюсь иногда изречениями и не православными мартин лютер говорил в мире есть одна личность христос и одна книга библия для меня так если человек не по библии этого разговора никакого нету доказательств нет никаких а если библию признает за слово божие 12 48 евангелие от иоанна слово которое я говорил оно будет судить вас последний день а раз оно будет судить все остальные книги мы по боку по библию я у меня тоже к вам будет стать отдельный вопрос я вот здесь взял книжку называется библия в церкви и хотел тоже вас поспрашивать да но сейчас хочу все таки закончить по фильму игнатий тихонович вот вы говорили что русский народ это брошенные богом соль в другие страны это был девяносто четвертый год вопрос такой вот за это время как вы думаете русский народ потерял свою соленость да и настоящей то не было а только то что давали в сравнении с другими он менее подвержен тлению сохраняется его самобытность и поэтому православная вера по сравнению с имя меньше всего имеет заблуждение вот ответ а там тоже хватает своих на церковнославянском языке люди ничего не понимают я сторонник чтобы русского языка нигде не не мешали и поэтому все библейское у нас службы идет по-русски библейская а если библейская поется что-то там тогда церковнославянский мы избрали золотую середину и нам это дозволили вы вы читаете библию в синодальном переводе синодальный перевод 1876 года вопрос а вот смотрите в 90-е годы в нулевые выходили новые переводы российско-библейского общества как вы к ним относитесь я их начитывал сравнивал и говорю что издевательства больше ничего нет я сравнил я считал на разных языках как писались симах федеона кила и септуагинта четыре перевода на греческом иона златоуса на кафедре лежали расхождение есть но это одно и то же в одном месте написано и богатые нуждаются а другой перевод и львы алчат добычи это не противоречит одно другому то есть наша человеческая сила в сравнении с божьей ничто слушать а почему издевательства новые переводы в чем епископа касьяна другие я их все все пересчитал я их не просто считал она пленку начитывал и растерожил в то время я подначитал примерно 50 томов книг 80-е годы среди них архипелагу солженицына и прочее но все-таки больше ближе вам и вы считаете более правильный это синодальный перевод не более правильно он единственно правильный за всю мировую историю переводили четыре духовной академии раз второе я когда беседовал с александром менем он еврей природный энциклопедист я говорю вы могли бы переводить как вольстан даниил абрамович или папский герасим петрович он вот так от меня отшатнулся да вы что на тихность таких переводчиков нет сегодня на земле они не только сверялись зная слова а как эти слова употребляли в каком значении святые отцы вот я скажу так я вижу косу что я вижу скажите косу ну да можно сказать что вы видите инструмент которым косит а можно сказать что девичью косу а может косу вижу который коса эта женщина коса у нее есть коса и второе коса мелководия на берег к берегу где застрял корабль поэтому говорить определенно нужно хотя бы предложение закончить вот почему английский язык так легко заучивается америка немецкий трудно потому что смысловой глагол в конце предложения стоит я стою рот разил я бы уже перевел но я не знаю какой там глагол будет игнать стихнович расскажите о вашей встрече или может быть встречах с отцом александрами ну в первую очередь нашлись люди которые ставили тогда ну так кадриками переворачиваешь что там кто-то говорит я нашел этих людей там лидия с александром они близкие ему люди там где в новой деревне он служил меня сразу туда провели я у него причащался у меня его не опубликованных еще 16 часов проповедей записанных 16 часов и поэтому записи которые были там много у меня от немало власти сожгли но сохранилась я на 6 передач поставил когда я вел передачи по телевидению по радио и как мы с поседуем и на меня кто вы такой да сим спорите я и могу спорить а вы не можете потому что вы легаете мертвого льва а я ему говорю здесь и у нас согласие есть он эволюционист был конечно никогда это принять не могу человека бог бог создал человек и такой он и есть он хуже стал но не лучше а эти за эти записи опубликованы ваш с отцом александр мирин да да они у меня на моем сайте стоят аудио в аудио о 20 том томе открытым оком они переложены в ворде у меня 33 тома каждый том открытым оком 752 страницы вот и на тихонович расскажите пожалуйста для наших зрителей о вашем канале а что сказать у меня как то так получается в жизни что все время подталкивает меня кто-то вот я веду занятия сразу пяти университетах туда ходят люди разные там там из кгб и администрации баптисты и старообрядцы у меня вышло 14 в это время вкладок в газету университетскую мои материалы допустим у них идет 999 экземпляров а вкладыш у меня 25 тысяч я плачу его и по городу разносим и поэтому сказать что-то я должен знать и поэтому я знаю это все теперь к истину православия у 40 лет собирал материал опровергнуть ни один человек этого не сможет он должен только принять или сказать я не верующий хорошо значит дальше вы должны вернуться на родину это вы говорили русским которые жили за границей все про америка это я им по писанию показал вы должны вернуться как пленные израиля из вавилона и вот я просто слушаю вашу речь и вижу что вы очень легко переходите как бы как бы для вас знать такой есть перехлёст современной реальностью с библейскими метафорами то есть вы видите например там кучу силоса и там говорить там сразу говорить о грехе например и так далее вопрос такой для вас мир есть есть притча может быть можете ли вы сказать что мир есть живой библейский текст как бы оживший текст и вы являетесь частью этого текста испорченный мир я должен туда внести элемент света христова и показать вот ориентир которому должны мы идти третья глава евангелия и она всякий делающий добро идет к свету один ответ а почему никаких почему бог сказал раньше пели говорят партия сказала комсомол ответил есть так и здесь я отмечаю мне радостно на душе я вечером подбиваю итог как у меня день прошел как я засну сейчас и поэтому ночные молитвы должны быть уверенность во всем что господь дал и вот я когда иду полем с кем-то я останавливаюсь и сразу начинаю петь за птиц которые бог создал и как они поют все что есть в мире оно касается меня вот у меня стихотворение каждое у меня четыре тома стихотворение каждый том 800 страниц такого не бывает каждое стихотворение 36 строчек 9 куплетов эпиграф из библии и напротив каждой строчки указано место библии глава стих откуда взята мысль а как потом когда я пишу я не смотрю я не знаю почему потому что когда я пишу если молюсь я в это время у меня как бы строка проплывает я не вижу я не слышу она там глубже я прям на молитве сразу записываю одну строчку а когда уже кончат бывает на молитве еще раз я вторую тоже два стихотворения будет вот пример святая когда была святая скажите дату срока имена во свете библии патетика растает останется вино вина война хватали все от севера до юга до порта артура оспу островов все подгребли самым тайгу и в югу и расплодили нехристей воров кто хуже нас сокровища земные транжир жжет и рубит по весне мы опостылили от века и до ныне прибалтики татарам и чечне на наши земли вожделение зависть облизывай смотрит миллиард весь мусульманский мир там добровольцев запись у нас отнять за счастье каждый рад о боже проповедников пришли служение богу на родном на русском крещение духом водное в крови тернистый путь и вход уж очень узкий тогда исполнив веренной нам не русь святая но герои веры в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры спасибо это все на музыку положено поется пример 85 стихотворение и как я не знаю какое бы стихотворение не взял вот еще задержу маленько я моряк с одной стороны когда корабль бывает температура минусовая и он обледенимает и ничего нельзя сделать рыбацкая шула с волнами боролась стремительно крен возрастал смятение росло но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал волна через корпус не раз пробегала был лопасти виден плавник как туша убитого кем-то финвала корабль под ударами сник остались минуты а дальше развязка объятия холодной волны над пропастью мглы с ледяной повязкой о чем бы подумали мы наверное лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне на жизненной грани на жутком изломе на вечной девятой волне иные клянут капитана стар меха проклятия всем и всему окончена жизненная чаша утеха и брошена разом волну когда мой корабль опрокинет пущина а рот поперхнется волной дай боже чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой здорово спасибо игнати тихонович а какие ваши любимые поэты ну я когда буду называть вы не знаете бармен константин дмитриевич это больше не знаю ну не каждый знает я говорю его и поэтому я никому не подражаю я себя таким не считают но бог дал мне вот этой я написал я в литературном институте когда там лево шанин вел по одному стихотворению давали мне четыре раза заставили пересчитать новые стихи дорогой написанная но он говорит у нас как будто ветер ворвался все форточки все раскрыла это бог делает ваше отношение к специальной военной операции в украине я уже отвечал на это неоднократно лучше всего если бы вы зашли вот по скайпу как сейчас я потом вам скину все данные там и целые ролики стоят эпиграфом ко всем моим ответам пророк и риме 48 10 звучит так проклят кто дело господне делает небрежно и проклят кто меч господень удержит от крови молиться о мире для украины нельзя запрещено потому что это наказание все эти годы отравляли россию вот это всякое извращение секты все оттуда ползло и оттуда которые попы приезжают вот такие добре бритые вообще говорить не надо даже и и поэтому я считаю это господь возбегает меч господень в лице президента и он идет туда как царь кир которого бог называет помазанником а помазанник означает христос маленькой буквы так что я на это смотрю это от бога и когда будет наказана та страна после этого должна быть наказана это это как гитлер наша страна страна тоже должна быть наказана обязательно обязательно за все что они сделали я не говорю про эту события там что мобилизации вообще где царское семейство вот у меня есть молитва такая я бы даже засчитал молитва для русского человека я потом могу скинуть вам и молитва для украины зачитайте зачитайте ну тут надо зайти я мы это сверну ничего а я не знаю николай да не развернем николай ну послушайте сейчас внимательно только вы как-то запишите его себе молитва за украину покаяние за грехи украинского народа господи божий сил ныне становлюсь перед лицо твое и как некогда пророк даниил каялся за грехи избранного народа каясь за грехи моего украинского народа господи мой боже великий и страшный ты бережешь союз свой и привязанность свою с теми которые тебя любят и заповеди твои хранят мы согрешили мы совершили беззаконие зло чинили и отвернувшись от тебя отдалились от заповедей повелений твоих мы не слушали слух твоих пророков которые именем твоим пророчествовали нашим князьям царям королям гетманам президенту священникам епископам отцам нашим всему люду украинскому и не отреклись от идолов и жертвования детей идолом от чародеев от гадания и прорицания от взяточества и козни от лицемерия и начетничества от бездвожия неверия от зависти и неправедности да еще намножили себя богов учителей согласно собственной распущенности весь люд украинский переступил закон твой отпавать тебя и не внимая голосу твоему поэтому на нас изливались проклятия зависимое записанное в законе моисея слуги божьего насылал ты господи божий наш на нас ханов половецких и монгольских ханов татар и турок но мы не каялись отдавал ты нас в неволю королю польскому князьям литовским царям московским королям венгерским хозяевам румынским кесарем австрийским большевикам национал социалистам немецким бил нас голодоморами и сибирью разбросал нас по всему миру но мы не обращались и не принимали истину твою праведен ты господи во всех делах твоих а сейчас господи боже наш услышь молитву рабов своих и пусть лицо твое засияет над народом нашим сошли мы с небес духа покаяния да ему увидеть свои грехи отвергнуть их даем слезы покаяния и омой его от грехов и злей ласку свою на нас не ради нашей праведности а ради милосердия твоего причистая дева мария мать и цариса нашего народа покрой нас своим покровом и моли господа чтобы милосердившись над народом нашим дал ему сердце послушное слово его аминь игнатий тихонович бог так жестко поступает с людьми да но я так поступает я могу и не говорить эти слова и так понятно теперь слушайте для русского народа молитва покаяния называется то для украинского боже прости нас убивающих братский народ грехи наши тяжелее фашистов ибо они убивали чужие народа мы убиваем братских вопиет кровь пролитая от времена оккупации прибалтийских стран и счастье в польше по сговору с гитлером вопиет кровь финнов уничтоженных нами на своей земле вопиет кровь грузии молдавии приднестровья радовались мы когда наши самолеты равнялись землей и чеченские города и села убивая всех кто вокруг нас чтобы их поработить мы на оккупированных землях оставляем вместо процветания всегда разруху мы народ который не имеет право существовать на этой земле на этой планете без глубинного признания что в нас живут страсти по власти в которой мы могли бы наслаждаться унижением своих родных и близких в наших семьях среди наших соседей на наших местах работы всех кто с нами не согласен мы навсегда делаем врагами мы неисправимые дикари нападающие уничтожающие любого кто имеет больше успех чем мы мы умеем делать вид кающихся но никогда ни в чем не раскаиваемся так чтобы могли исправиться но зовем к раскаянию всех вокруг себя мы злодеи которые упиваются несчастьем других мы безнадежны потому что сколько нас не наказывай мы по прежнему злодействуем против истины если языческие японцы смогли после двух ядерных бомб раскаяться а нам хоть десять скидывай но иски искреннего раскаяния в нас нет господи открой глаза начальствующим священству и мирским чтобы познали в чем нужно принести искренне со многими слезами раскаяния за прошлое настоящее после принятия христианства мы ни дня не жили точно по твоим заповедям ибо от нас спрятали живое слово твое святую библию и только через тысячу лет был сделан перевод на русский язык но богослужение так идет на церковнославянском непонятном языке прости нас господи боже наш что во тьме живем и делать мы творим мы не принесли всенародного покаяния загонения какие устраивали на природных своих старообрядцев на инославных прости господи что испортили все таинства церкви ствей что нет истинного оглашения крещения прищищения венчания другое нет раскаяния за захват чужих земель земель за кавказе польши финляндии других нет истинного покаяния за сатанинские революции и распространение по всему миру прости за миллионы погубленных нами в своей же стране своих же людей убивая слой за слоем казачество дворянство священство трудовое крестьянство благовестников по справедливости ты наказываешь нас и за кровь убитых и утробы сотен миллионов и десятки миллионов погубленных по лживым доносам нет раскаяния за гибель помазанника божия царя николая с его святым семейством дыхание жизни нашей помазание господин пойман в яма их тот о котором мы говорили по тени его будем жить среди народов кровь погубленных нами вопиет в небеса доколе владыка святой истины не судишь и не мсти живущим на земле за кровь нашу святой пророк и ремея трубит проклят то дело господи делает небрежный проклят то удержит меч его от крови бессмертные вопли пророка малахи проклинают именно нас с одни отцом наших ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их обратитесь ко мне я обращусь я к вам говорит господь сабовов вы скажете как нам обратиться можно ли человеку обкрадывать бога а вы обкрадуете меня скажете чем обкрадываем и тебя десятиной приношениями проклятим вы прокляты потому что вы весь народ обкрадываете меня принесите все десятины в дом хранилище чтобы в доме моем была пища и хотя в этом испытайте меня говорит господь сабовов не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли для вас благословения до избытка я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная глаза на поле у вас не решится плодов своих говорит господь сабовов и блаженными называть будут вас все народы потому что вы будете землей вожделенную говорит господь и так для вас священники это заповедь если вы не послушайтесь если не примете к сердцу чтобы воздавать славу имени моему говорит господь сабов то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце ибо уста священника должны хранить ведение и законы ищут от усть его потому что он вести господа сабовов прости нас господи что православное священство освещает оружие и благословляет на гибель обращайте к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет них света и возрел бог на земле и вот она растлена ибо всякая плоть извратила путь свой на земле извратили ум свой и уклонили глаза свои чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах и это о нас прости нас господи что мы сделали себя позорищем для всего мира и пытаемся принудить слушать о нас господи прости что на нас исполняются страшные слова пророков возместить и разгласить и между народами и поднимите знамя объявите не скрывайте говорит вавилон взят это москва вилл это владимир женин посрамлен выстроитесь в боевой порядок вокруг вавилона все натягивающий лук стреляйте в него то есть ракетами не жалейте стрел ибо он согрешил против господа и десять врагов которые ты видел на звере сии возненавидят блудницу и разорят ее и обнажат плоть ее съедят и сожгут в огне мы во всем этом раскаиваемся за свои тяжкие грехи и за грехи предков наших уже умерших и тут еще есть полторы страницы вот так до коротко жесткой насчитать жестко мнение я и я говорю жестко жестко я думаю что достаточно зря на все прикоснуться спасибо слушайте ну раз мы стали говорить о жестком ваше отношение к аборту ну да это убийство за время перестройки в российской федерации 120 миллионов абортов государство в женской войне захлебывается кровью это надо записать подождите второе правило василия великого за убиение одного младенца 10 лет отущения церкви в утробе матери спасибо и гнать тихонович ну тогда позвольте еще по книгам вас поспрашивать давайте можно да конечно так значит начну я вот такой толстой книжечки называется история русской метафизики у меня здесь только только один вопрос ваше понимание вкушение от древа познания добра и зла здесь автор евлампев он ссылается на льва шестого знаете шестого ну шестого все знают наверное русский философ в начале двадцатого века он понимал вкушение от древа познания добра и зла так вот он пишет суть греха в желании знать знать волю божию знать заранее что а вот как раз исцеление от этого греха по шестого есть попадание в пространство незнания и в пространство божественного абсурда вот что вы скажете на это как вы понимаете я вам за то у вас говорит так чего библии нет о том не рассуждаем даже вот он сказал они узнали добро и зло слушается добро они слушаются зло и за этот грех водами все умирают больше ста миллиардов уже умерла на земле вот и что они узнали а господня жертва достаточно для того чтобы спасти всех и миллион галактик ну а как 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 вы понимаете чем вот в чем грех адам это был непослушание непослушание наверное написано неверующий богу представляет его лживым господь сказать смерти умрешь а она нет не умрешь смерть говорит змей говорит она змею поверила сатане вот в этом заключается грех ага хорошо спасибо теперь вопрос о православии здесь у меня есть книга протерея вячеслава рубского православную духовность перезагрузка вот он говорит о том что есть два понимания православия значит я приведу здесь всего лишь всего две цитаты значит первая цитата из преподобного иосифа володского он пишет что когда увидим что неверные еретики хотят прелестить православных тогда подобает не только ненавидеть их или осуждать но и проклинать и наносить им раны освещая тем свою руку ну а тех кто не наносит раны их тоже нужно проклинать потому что они не нанесли ран еретикам это с одной стороны как бы одно понимание православия дальше отец вячеслав пишет что в той же православной традиции мы находим не менее православные слова преподобного а вы обмона любовь не может ненавидеть кого бы то ни было не может осуждать проклинать огорчать испытывать кому бы то ни было отвращение это касается как верного так и неверного и наверца грешника блудника ну и так далее вот как эти две цитаты примирить никак не как иосиф володский это тиран это сталин в православии поэтому я ему никогда не молился из-за святого не признаю поэтому долой со сцены потому написано враг голоден на карме если раньше написано играть ненавидь а я говорю а я значит поворот на 180 градусов а я говорю любите врагов ваших что сделал елисей когда пленных привезли а царь говорит я их поражу а ты завоевывал накорми на пои перевяжи раны отправь домой и больше сириане не приходили и осипа володского не надо ему хорошо нил сенонский говорил сорский тот считал что церковь должна быть бедная а иосиф что она должна быть богатой у них она была 120 тысяч только дворовых нужны они ему были вот прекрасно прекрасный это выбросить вычеркнуть и все это злодеи пишут здорово так теперь вопрос из книги библии в церкви библии в церкви согласны ли вы с тем что библия является основанием на которой строится жизнь самой церкви так и написано 16 глава 18 стих евангелист матфей говорит господь сказал я создам мы церковь мою и врата да не одолеет ее а как господь гостя любите меня соблюдите мои заповеди и он основал церковь свою на слове своем и на каждый выпад сатаны господь он бог мог бы ответить он говорит написано и к приходящим он спрашивал как считаешь православный как считаешь он еще считаешь еще не считает я как-то брали у меня интерес когда я себя считаю несчастным человеком с позиции той что на родном языке нет богослужения мне приходится переводить выходя в отбор там людям говорить люди не знают совсем и поэтому апостол мы считаем 4 глава у нееме когда добавляли они чтоб понятно лучше играть 10 10 слов понятных чем чему 10 тысяч непонятных и так понятно кто будет готовиться к битве к сражению если звук трубы непонятен так что тут еще я понял спасибо еще вопрос как вы считаете церковь подчиняется писанию как единственному авторитету или же писание подчиняется церкви даже это даже я считаю что вы не говорили эту глупость это так послышалось мне церковь что говорит церковь это то что господь создал и что стремится к совершенству будьте святы как я все будьте начни такие а слово божие чисто и свято это притча соломона 30 глава 5 6 стих всякое слово господа чисто он щит уповающим на него не прибавляя к словам его чтобы он бог не обречил тебя и ты не оказался с житцом а в откровении говорится ущество лицов в озере огненном поэтому ни одной строчки ни одной буквы нельзя исказить никуда и лучший перевод в мире за 2000 лет это синодальный православный еще последний вопрос касательно писания священное писание я вот сейчас прочитаю вы скажете согласны вы с этим не согласны ли это просто глупо священное писание выступает в качестве собственного толкователя для его понимания необходимо всего лишь не перебивая голоса писания позволить этому голосу сказать то что он должен донести до нас проще сказать так то что ты понимаешь библии должно понимать так чтобы ни одно место не противоречило другому она библия сама себя объясняет но мы то православные у нас еще и святые отцы которых мы имеем право рассматривать во свете библии так это или не так и поэтому я беседовал тысячи народ бесед с сектантами сколько пришло тут баптисты адвентисты светили говы у нас приезжает даже мусульмане принимает крещение почему слово божие это огненная сила и по слову божию господь будет судить евангелия тяна 12 48 слово которое я говорил она будет судить вас в последний день все и поэтому все остальные мои знания мне не нужны уже я все подчиняю одной цели как не нарушить слово божие спасибо 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 христос спасибо хорошо так значит теперь вопрос такой из первой книги бытия вопрос я сейчас вам хочу задать серию вопросов об адаме и еле и о сексуальности можно пожалуйста пожалуйста значит я буду основываться на книгу ричарда девинсона пламя яхве сексуальность библии значит он он пишет что на основании слов и создал господь и сотворил бог человека по образу своему ну пути 1 глава 27 стих это вы знаете значит комментарий обоим заповедовано господствовать не друг над другом а над остальным творением во славу творца данный отрывок напрямую исключает владычество мужчин над женщинами как ни странно раньше этого не замечали фундаментальное равенство мужчины и женщины однозначно декларируется в первой главе библии вы с этим согласны не конечно нет апостол павел прямо говорит и не мужчина для женщина женщина для мужчины и говорит учить жене не позволяю не властвовать над мужем но быть в безмолвии безмолвии и все это пишет человек не неверующий там или насмешник кощунек так хорошо дальше вот мне интересно сравнить как бы столкнуть вас лбами вас толкнуть следующий вопрос я тоже читаю а вы скажете согласно не согласно сексуальность есть часть творения божьего часть замысла о человечестве а божье творение высшей степени прекрасно поэтому возвещает первая глава бытия секс хорош и прекрасен он не есть ошибка или греховные искажения или прискорбная необходимость или постыдный опыт человеческая сексуальность даровано богом она самого начала входила в совершенный замысел бога как один из базовых аспектов человеческого существования ну не только у человека во всем творение это у цветков опыление идет у насекомых совокупление еще тут новое то открыл то это бог заложил так но теперь то у нас есть воля который дух святой дает если мужчина говорит женится то заботится как угодить жене они женаты как угодить господу если замуж не замужняя а мы добавим и никогда ей не угодишь и ему не угодишь и поэтому сколько такого мы знаем священописание как моисей он не мог один ее не мог а уже в новом завете мы видим и он павел говорит разве не имеем возможности иметь сестру жену но для бога себя посвятил и мы видим в новом завете это ну какие там может быть у кого-то были жены мы по житьям святых видим то ну и что заложено заложено значит ты распорядись правильно как это будет а как пост и молитва постом замари и все пожара не будет вода слынет ага хорошо дальше вопрос про стыд стыд и были оба наги адам и жена его и не стыдились 25 из них получается вторая глава у нас вас значит если по замыслу божию люди не должны стыдиться сексуальности стыдливость в ней есть следствие греха что значит не стыдиться всему свое время для этого есть дом есть одеяло и поэтому отдельная комната и все проще а это человек который погряз в этой системе ты он думает а тогда ничего нет сейчас все стыд долой это как было там во время революции но их вскоре всех там подобрали надо знать стыд это чувство которое заложено богом мы каждый день просимся просим чтобы был стыд и целомудрие у жены девиц ежедневно молимся через два часа как раз это поминаем а бесстыжий человек ему разницы никакой нет как говорится плюв глаза он говорит божья роса он начинает хамить старшего оскорблять он бессовестный посмотрите как одеты мусульманские а они взяли откуда а мы видим на иконах какие хиджабы надеты вы если на наши ресурсы заходили вы видели как у нас одеты два платка платье до полу у нас этого нет чтобы она была видно там что-то у ней не было синки нет я вот смотрю вот вы застегнуты это очень правильно вот смотрите на меня видите как застегнуты все расстегнуты это масонские правила галстук снял растяги верхнюю пуговицу это хоть жириновский хоть кто это делал а вот вы видите как это уже импонирует вам славу слава богу что я так оделся очень даже очень прекрасно просто выглядите еще осталось чтобы бриту выбросили сегодня же кого-то а бритву 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 я знаю я у меня очень жидкая борода не надо это богу претензии не к человеку это богу и поэтому бог знает какую дать тебе бороду и поэтому мужчина имеет эту власть а женщины не дал это гомосексуалисты придумали две мамы в одном доме подкаблучники а я говорю жене слушай я подкаблучник саш я вот вы помните когда давида с надслугами надругались он их не пустил в иерусалим и пока вторая половина отрастет придете в земной иерусалим а мы идем в небесный и когда дочку у якобы изнасиловали говорит она была обесчищена а когда бороду сняли очень обесчищена то есть это хуже изнасилование так подождите это я не успеваю записывать за вами да ну хорошо у якобы была дочь дина у якобы не я помню эту историю и она была написана обесчищена обесчищена а когда пол бороды сняли обрели там у царя на нас умер когда ослуги пришли над ними насмеялись пол одежды отрезали и они были очень обесчищены и давид отослал их город проклятие ерихон жить пока отрастут бороды на рак каждый день замеряли вот так было дело еще вопрос по сексуальности значит сексуальность и священная значит автор здесь говорит о том что в библии пересекаются отношения адам и евы и священное время суббота то есть бог творит людей в преддверии субботы и первый день первые их отношения они именно проходили в священном времени теперь смотрите вопрос какой но церковь напротив говорит о том что если ты причащаешься то половых отношений перед причастием быть не должно то есть если книга бытия по оттолкованию этого автора говорит что секс настолько же священен насколько священна суббота то православие так не считает вот как вы это прокомментирует никак у нас есть определенное правило посты сейчас идет рождественский пост а это больше половины дней законная муж и жена друг другу не прикасание не знают друг друга нету этого определенно а когда а вот свадьба может быть накануне вот пятницу накануне пятницы не может быть потому что постный день и в это время там может быть совокупление это не допускается и поэтому у нас определенное правило книга правил там все написано скрижаль новая скрижаль абсолютно все точно игнать технич камеру чуть-чуть опустите что-то я не заметил сразу так обожди еще нужно сделать чуть-чуть камеру у вас опустите вот так вот да отлично но ничего это не критик николай нормально не критично но у меня и на стихнуть последний к вам вопрос по книге православие в пост христианском мире автор и романах григорий или владимир михайлович улье значит вот он говорит в одной из своих проповедей в питере проповедует преподают в университетах значит я читаю а вы скажете согласно вы с его утверждением или не согласно к сожалению дореволюционная русская церковь не потому пала что она была праведная а господь хотел сотворить зло русскому народу а из-за другого потому что там было многих много всяких грехов и перед самой революции дело доходило до того что и в догматике стали происходить нарушения и господь не потерпел этого в общем он дальше он говорит какие нарушения происходили в догматике что никто не понимал григория паламу неправильно его цитировали вот и какого можно после этого ожидать богословия и хранение православия именно поэтому российскую церковь постигла такое несчастье если это можно назвать несчастье потому что вся церковная организация была уничтожена вопрос такой у меня к вам считаете ли вы что бог карает за неправильное догматическое понимание ну это по слову понятно мы говорим слово православие это означает слава отцу и сына и святому духу это шесть вселенских соборов пошли на то чтобы это утвердить бог отец бог сын бог дух святой сие три стуют равны нераздельны не слиянны это всего больше тут ничего нету а который этот человек говорит он думает где-то их много таких сегодня мудрость твои знания твои сбили тебя с пути он сам то что делает а вот церковь которая там изменила догматику он не знает что такое догматика иначе бы он эти слова не говорил да неправильно были богатство там все делали обвинения какие были церковь прошено было буквально в кипящий котел было 1250 монастырей разрушено все 57 тысяч храмов перед революцией все разрушено и что небо наполнилось православными я был там я прошел этот гулаг я захватил знал людей которые там были вот меня бросили в тюрьму ну и что а сколько людей там обратилась у меня свой распорядок посты все соблюдал как прислушивались кому куда-то идти уже звонят стараются осуществляться нашей камеры мы туда-то идем ты чтобы батюшка помолился за нас камера полная вот я коротко поясню как это было камера рассчитана 25 человек а их 75 и поэтому на одну койку шконку три человека вот я захожу камеры мы на сетапом везут я только дверь открыл а там буквально ощутимо его воздух все это дымина такой страшно да не видать ничего нету я захожу мир дома всему зашевелилась вот такой амбал вылазит вот а кто такой я говорю какая статья игры 190 прим укажется по сэр что мента грохнул я как 190 это прим вот какое никто не знает там а потом спрашивает у вас что есть посчитать игру новый завет и псалтырь а вы могли бы нам тут расклад я говорю могли но определенное правило должно быть какие 75 человек найдите не курящих не курящих нашли три человека тщательно вымыть руки с мылом и тогда я им дам они будут считать а я буду объяснять и там они попеременно они лежат другие там ходят меня сразу подвел вам где хотелось бы я говорю где воздуху больше а там вот так это угольники не видно ничего больше так слышно стрижи крещат где-то так ты куришь его сразу мама матрас схватил так ты наверху пепел сыпать будешь я уже две койки 2 2 2 имея только зашел вечером открывается я говорю во сколько восемь уже всем покормили восемь от восьми до десяти до отбоя камера открытая охранники с двух этажей стоят первый день я только еще я уже владею тюрьмой какое счастье быть там и поэтому бог когда церковь бросил он бросил туда и сколько людей покаялась вот отец арсений книга которая она подробно об этом говорит все я ее насчитывал не один раз какая мне беда от этого никакой так у меня опыт какой я вернулся 18 лет сотрудничал с тюрьмой весь персонал слушает иду по камерам записи делаю раскручивают слышат люди оба а когда обращаются приходят после когда кончится срок они меня ищут я живу в городе чтобы отблагодарить вот как поэтому говорить о том что тогда было у меня есть близкий друг сейчас он умер уже который был начальник радиостанции ракосовского я обратился к богу его арестовали приговорили к смертной казни и он не подал заявление гости я не хочу чтобы оправдывали это я хочу быть со христом но они сами подали заявление ему дали 25 5 высылки 5 поражения в правах два года четыре месяца только прожил горит и чудовище скопытилась а стали не говорят и он вышел на свободу и он рассказывает как там было как они доставали какие листики как переписывали я это все испытал на себе притом я приезжаю в какой-то город всем дают а мне не дают там один ты откуда я говорю из барнаула так отойди в сторону а там которые выдают они слабые такие сроки у них ну и баландеры называют и когда уже всех разобрали люди это уводят уводят там эти подходят которые охранники там а тебя отец ты откуда я говорю с барнаула я тебя уже два года жду как ждете я только вот как арестованы два года назад мне бог сказал что бог придет сюда я горит спрятал лучший матрас самой нетроганной простыни я вас ждал я еще только в тюрьму вступаю уже поклоняются и да ведет меня куда я говорю где дыма нет да везде дыма да говорю так в шизу его шрифной изолятор там никого сегодня нету но меня нету да понимаете вот все абсолютно по-божьему вот когда мы едем на этапах там беспредел и в это время я перенесусь туда как везут женщины рядом кричат батюшка нас не ведут там на двор сходить а другая молитвы дайте а я молчу охранник идет а то камеры а тут коридор решетка он подходит а почему не отвечаете я говорю правило 67 пункт 22 отвечает я не имею права это делать только с вашего разрешения да он и не знает ничего я разрешаю я пропускай бумагу дают и все перед тем как меня арестовать я запомнил все праздники на 20 лет вперед на память на 20 лет и поэтому я тут же сразу начал им писать где он меня сводил я говорю надо бы женщин сводить и он охранник делает то что я ему говорю быть верующим это быть победителем везде и всюду вот как и как в лагере было какие люди обращались а другой национальности меня заправили в другое государство по сегодняшнему где я язык не знаю а я сразу начинаю изучать к нам в армию прислали таджики узбеки туркмены а их там толкут я сразу три языка начал изучать я не вокруг меня лепится каждый день это бог делает а в школе не было странного языка никакого это когда я богу доверяюсь бог это полагает на сердце вот так и на тех ночи но я вот на этой ноте закончил наш разговор быть верующим это быть победителем да и здесь да если я во первых хочу поблагодарить вас за разговор спасибо вам от души спасибо большое вопрос такой если я еще попрошу вас как-нибудь выйти на разговор вы не откажете нет если у вас есть такие товарищи как вы ну что-то потерявшие вы так много потеряли вы можете взять с собой его вопросы я согласен спасибо мы мы сделаем так дорогие друзья вы можете в комментариях писать ваши вопросы и мы их обязательно зададим иначе тихоновичу в следующем эфире я отвечаю на все вопросы по пяти параметрам что это означает вот я стою за капитал в университете одновременно пяти университетах вел занятие записка я считаю какая роль была у русских интеллигентов поэтов подготовки революции я отвечаю библию я у меня с собой нету я стою так я отвечаю какая книга глава стих с точностью до одной буквы цитирую потом что говорят святые отцы это 300 томов палеантов третье что говорят святые правила 719 правил соборов четвертое что говорят жития святых 1173 биографии и пятое что по этому вопросу говорят 300 поэтов мира за 200 лет это 20 тысяч стихотворений поэтому то что у меня в книгах отображено нигде в мире этого нету да никто не ответит это при том что у меня нет гуманитарного образования не религиозного то надо все время помнить поэтому меня там у осипова другие кто мою душу никто не корежил я у бога у ног его 60 лет сижу спасибо и на тихоныч спасибо спаси христа пришли николай я тогда завершу да вот наш разговор или подождите вот я вас говорил предостерегал вы ни одного вопроса лично от себя не задали вот вам сейчас и на тихоныч даже говорит если у вас есть товарищи так который также как вы много потеряли вы их выводите на меня вы почему не спрашивать а что я потерял а что вы думаете про мои ролики вы ничего не за я даже иду и думаю что и на тихонович и не смотрят мои ролики и спросить то можно игнать тихонович это интересный поворот да мне будет очень лестно от вас слышать ну по-христиански лес у меня 3 3 канала у меня и все называются одинаково свете библии открытым оком если это вы знаете я отвечаю только по библии то вот отношения все в этом стройте каждую букву вашу разбирать не надо мне потому что я полностью признаю что в библии написано от корки до корки и неизменно неизменно ну вы скажете вы знаете про наш канал после я про вашу историю знаю всю а вы даже про нашу историю знаете абсолютно все знаю я могу только плакать о вас плакать такие таланты вам господь дал и так вы за поступили с ними смотри какая у меня пантера рядом интересно класс классно да да а вот посмотри еще какая рядом поля иди-ка сюда о о прекрасно прекрасно до голуби голуби собой вон могу показать голубей в комнате ну можно можно сейчас подождите подождите уже достанет а здорово алексей я вас просто умоляю вы спросите про себя я и понял я и слушать я просто даже не думал что на тихо знает вообще про наш канал и поэтому я вот голубь я посмотрел все пипа вторую такая ставил так тихо уходи отсюда и тихо подожди давайте вы мне напоминает сейчас ноя игнатий у нас большая статья была губернской газете у злого человека голуби не живут а у меня две голубятни и у юные такие посмотри какие они красавцы классно классно но я можно сказать златоуст из потеряевки а можно сказать мной из потеряевки и вот мне вот эти вот полки они напоминают как бы ковчег там наверняка мой там дело такие стеллажи и там жили там и голуби и львы да мы когда ездили миссионерской поездки два миссионера и шофер дальнобойщик но один из которых тоже надо за рулем и с нами собака была немецкой породы ураган а я занимался в уголовном розыске и там первое место занимал и она стала чемпионом россии защитной корольной службы она везде мы там прикол сделала недалеко только в устурийском крае я не мог там оставить там тигры потому что триста тридцать килограмм а собака всего 50 килограмм и поэтому игнатий тихоныч ну давайте тогда уж критикуйте меня если интересно это самая интересная вы вы кого знаете то вот я каждый день в чат рулетки отвечаю сотни вопросов откуда бы не были внизу это не забудьте только что я работаю с мусульманами вот я работаю по их книге называю какая сура какой аят вот так и они когда начинают говорить а вы не хотели бы ислам принять знаю что я знаю я говорю разумный человек собственной памяти менять небо на землю никогда не будет и на тихоныч ну почему я потерял душу и закопал таланты вот расскажите об этом да а почему ну почему дали волю человеческому влиянию там мирское это ужасное состояние жертв уже за грех нет но некое страшное ожидание огня готова пожрать противников считаемые 6 глав 4 стих там к евреям павел пишет об этом вам столько бог дал вы где-то были там при преподавали я все это смотрел вчера я только говорю так а на самом деле я могу плакать целыми днями и ночами о вас мне бог дал дар слез когда я услышал что павел я учил 23 с половиной года там слезах а у меня ничего не я моряк я привыкший к трудностям я стал просить господи дай мне слезный дар и в это время призвали там в одном доме были они достали библию трудно было доставать это 62 год было а тот человек не приехал я не между собой там шепчется и говорят мы решили на молодому братику мне подарить библию дали я в коридор вышел в одежду воткнулся головой и весь вечер проплакал я настолько плакал что у меня организм начинает обезбоживаться я все это как картина передо мной идет я не просто говорю я об этом живут тут игумен сахаров был когда я говорю где вы видели чтобы церковной ограде человек становился на колени и часами плакал что священники не учат людей как они будут отвечать за это мне бог дал этот талант быть нищим никаким я поэтому каждый день представить перед богом мне ничего нет господи благодарю тебя и он меня награждает мне надо ехать денег нету вообще нету я молюсь ночью два священника мимо проезжали заехали стали молиться я говорю завтра книгу выкупать у меня денег нет а кто я откуда я знаю только легли спать звонок все из америки сакраменто калифорния вам деньги нужны я говорю откуда вы знали ну и дальше начинается разговор утром и до вестерна и он деньги уже в руках и и притом абсолютно всегда вот позвонят мест японии нидерландов там ирландия англия я молюсь за конкретного человека от у них там ребенку и один внук из сложная операция на сердце я говорю вас что молиться некому там ну мы слышали тут германии слышали что бог мне отмечает это бог обещал не мне только всем я говорю давайте так вы со мной молиться будете сейчас помолимся я говорю вообразите себе что я уже услышал голос божий на двадцать второй минуте операция будет почти четыре часа ребенок умирает вам будете нужна операция а как вы узнали вы не спрашивайте воображение она стояла стоял но почему он должен умереть так до свидания больше не звоните ну ладно я говорю я просто проверить вас хотел готовы или нет я не прошу здоровья я прощу да будет воля божия я не знаю может это бандит щекотило вырастет какой-то я себе прошу редко когда я только как тебе господи угодно и дальше а дальше температура у там за 40 я помолился на опять звонит оттуда температура резко упала вниз это не один и два вот недавно одна плачет муж ушел второй год я стремя у нее четверо ребятишек и даже на ну чё ты хочешь то ну давай помолимся помолились сколько-то прошло на год чудо-то какое муж вернулся лег на кровать и говорит никуда не уйду это бог делает я я показываю с человеком с кем разговаривать звать его маргарита и при том на разные разные темы это бог делает мы молимся каждый день за путина за зелинского за байдена за ордогена мы за всех правителей молимся чтобы не было покушения людей которые наши принимают у нас не не положено убили быть но альтернативная основа его берут а он должен за полгода раньше сказать я иду но переодеваться не буду клятву не принимаю и уже мать через месяц получила благодарность от командования на кухню он не ворует он все делает как надо и благодарность так мы всем показали вот как надо работать для бога делать и бог мой защитник мне другой защиты не надо и вот вы же я не знал даже стоит ли с вами разговаривать столько у вас препятствия но и вы оказались конкретно мне надо конкретно знать какие именно видите когда вы говорите там о библии где-то что-то все вычеркнуть надо это не вы говорили это злой дух говорит и дальше вы начали уже давать свободу разуму разум сбери тебя с пути столько иметь преподавателем быть и пойти куда-то в никуда никуда даже если бы вы конкретно предстали каким-то людям определенной веры конфессии динаминации этих слов нету есть истина есть ересь но как же апостол павел говорит все что для меня был преимуществом я почел четою да меня был преимуществом преподавать я почел четою но вот вы почти так он почел мирское то что там было религиозное иудейское кончилось все все кончилось а вы наоборот все это зная может быть видели много недостатков и куда-то вернуться и начали там где-то блока нельзя этого делать сегодня бог вам позволил слышать а завтра уже этого не будет и чтобы им делать что вы мне порекомендуете как вернуться и куда вернуть хотите сейчас помолимся да конечно значит я в конце скажу аминь если вы согласны скажите аминь я в любом случае скажу аминь ну сейчас я помолюсь коротко минуты две но если я встану меня будет удалось это но ничего визовывать боже будь милостью ко мне грешному создавали господи помилуй меня бесчисло я согрешил господи прости меня грешного и помилуй мы согласились вместе возврат тебе любящий наш бог косни сердце алексея будь милостив к нему не отпусти его из этой жизни без примирения с тобой и с ближними такими талантами ты наградил его и за все будет спрос как ты вели господи благодарю тебя за этот вечер хвала тебя слава счастье поклонения отец сын и святой дух аминь 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 вот все да благословит господь вас спасибо и нас тихонов спаси христос говорят спаси христос до души но я вот как привык говорить да спаси христос да николай давайте здесь наверное завершим и мы с вами поговорим как вы хотите кратко я буду с вами до поговорим если у вас есть хотя бы минуту здесь нужно тогда как сказать выключиться правильно я ухожу до меня тихо ждала с отпускаем спасибо я нажимаю на края на красную кнопку нажимаю ухожу да 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 с богом